здравствуйте девочки и мальчики все-таки вот блогерами нас делает алиэкспресс кто бы со мной не спорил так и получается пришло мне две посылочки сейчас мы с вами их откроем посмотрим в одной кружево широкая ну достаточно широкая а в другой ручка для удаления по пелу с этой ручкой тоже такой вот это скорее всего ручка это ручка это пропозитория я ее заказывал второй раз наконец-то зашла до меня потому что иголки для этой ручки ой я заказывала уже я не знаю сколько времени назад они у меня уже лежат ждут ее ждут она все никак не придет ручка разряженная поэтому сейчас я поставлю на зарядочку вы зарядиться потом я вам ее покажу кота на кружево посмотрим пока хоть чуть-чуть зарядится ручка что ж такое где тебя тут подцепить то что вот эти складки Кружево я закатывала черное и белое, у Прадокса отрезы по 3 метра. На ощупь еще не разворачивает прелесть. Хорошенькое такое. Оно получается двухстороннее. Рисунок с двух сторон идет навстречу. Сейчас я черное разложу, чтобы вам рисунок показать. Смотрите, и с другой стороны такое же, только навстречу идет. То есть его можно разрезать на два, можно фрагментарно и беленькое такое же. По краю бахрома, но на ощупь очень приятное, мягкое. Знаете, что напоминает? Мягкий-мягкий такой тюль. Ну, как бы там его люди брали на занавески, кто, знаете, вот на бордюрчик. Я взяла, я хотела себе сшить халатик вот из романтии. Посмотрим. В общем, вот так вот. Мягкое, приятное кружево такое же, как вот сейчас на всех платьях ставят. Вот на этих, на блузах такое же. Ну, а уже как вы его там порежьте, покромсаете, будет ваше чисто. Ага. Еще хочу вам сказать, девочки, вот что, смотрите. Ходила я сейчас на почту, когда зашла в фикс прайс и купила вторую щетку. Ха-ха-ха, щетку, мучалку. Классная, девочки, вещь. Вот кто не брал, попробуйте, возьмите. Я вчера умывалась с ней. Это такая прелесть. Вот эти вот, что до этого, вот у них были, знаете, такие через пальчик здесь, как на присосочке. Они даже вот рядом не стоят. Настолько классный эффект и массаж, и моет чудно. И прям потом такой весь скрипящий после нее. Вообще, мне очень понравилось. Я взяла про запас, что у меня была еще одна. Потому что, ну, как бы с Алика такие мелочи заказывать, они идут, во-первых, очень долго. Во-вторых, что меня все время удивляет, порой на Алике цена выше, чем в фикс прайсе. Вот, и ждать вот эти два-три месяца, пока дойдет до тебя эта мелочевка, частенько очень не приходит. И приходится спор этот открывать, чего я страшно не люблю. Вот, и поэтому, как бы, если вас интересуют вот такие вот вещи, зайдите, посмотрите, возьмите, попробуйте. Девочки, классная штука, вообще здоровская. У меня уже этих мочалок, я не знаю, каких только не было. Но вот это, вот это, конечно, классное. Так, что теперь? По ручке. Ну, сейчас она зарядится чуть-чуть, и я вам ее покажу. С ней вместе вот такая вот инструкция. Здесь все по-английски написано, по-русски ни слова, естественно. И по-китайски. Ну, тут, в принципе, не разберется только ребенок, наверное. И есть масса роликов на YouTube, как это все работает, включается. Вот. Это ручка для удаления попелом. Я ее заказала, потому что, ну, как бы, жизнь, она такая штука, знаете, ты не хочешь, а что-то вот появляется и вскакивает. То дети какую-то бородавку принесут, где они ее цепляют, я не знаю. То еще что-то. И мы все время это все выжигаем уксусной эссенцией. То есть, в общем, смотрите, зарядила я немножечко ручку, конечно, не до конца. Вытащила вот уже иголку. Здесь в комплекте идет вот такой вот наконечник. И вот такой вот. И пять иголок одноразовых. Их мы вставляем вот сюда и закручиваем. То есть, получается, половина вот одной плашечки из вот этого вот набора. Здесь их, получается, 50 штук в наборе приходит. Вот. Вот. Они приходят вот в таком пластиковом боксе. И здесь у нас... Раз, два, три, четыре, пять. Пять вот таких вот штуковин. То есть, здесь получается, вы получите... В наборе вам кладут обрезанную вот так половину. Я уже сразу сюда уберу и этот тоже. На себе я показывать не буду, потому что все, что у меня было тут, как бы, такое, я уже воудаляла. Вот. И про эту ручку вот я что хочу сказать. Ну, молодцы, конечно, вот те, кто разрабатывает вот эти вещи. Должны быть в хозяйстве такие штуки, потому что это, конечно, у вас вызывает определенную, должно, ответственность. Потому что, ну, чтобы себе не навредить. Или, допустим, домочадцам, кому вы что-то собираетесь делать. Ну, вот у меня как-то так вот складывалось, да, что вот я смотрю, там люди ходят вот за бородавкой на руке там или на где-то там на теле. И их это абсолютно не парит, понимаете? То есть у них там бывает вот... И ты даже деньги у него из рук боишься взять, потому что у него все руки в бородавках. Я, например, у себя всегда это все дело вывожу. То есть я не могу. Ну, не могу я, понимаете? Вот я вам покажу. У меня вот здесь вот видно, не видно будет. Ну, вот здесь вот на пальце у меня шрамик небольшой. То есть вот здесь вот у меня периодически выскакивает бородавка. Вот, нету, 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 потом раз выскочит. То есть я ее сразу нащупываю, потому что здесь место такое, ну, как бы, во-первых, и видно, во-вторых, и... Ну, что интересно, я ее глазами вот не всегда замечаю. Я ее все время, когда уже пальцем, вот когда руки мажь, крем там или что. И она вылезает такая вот небольшая, малюсенькая, ну, как бы заводиться с кислотой, там еще с чем-то выжигать ее. Я ее маникюрными там или ножницами выхвачу, или кусачками обычно, когда делаю педиманикюр. И из-за этого у меня вот здесь вот шрамик. Потому что, то есть выскакивает она тут уже не первый раз, на одном и том же месте. Вот. И может быть, если бы у меня на тот момент была бы вот такая вот приблуда, я бы ее выжигла, и у меня бы она больше не выскакивала там. Видимо, остается где-то корешок. Хотя я выхватываю достаточно глубоко. Но она такая пакость прорастала снова. Значит, где-то что-то оставалось. И также точно дети, вот допустим, я не знаю, откуда они это приносят, каким образом оно вот раз, и не было ничего, и вдруг есть. Понимаете? И приходится выжигать. И вот для этих целей я купила эту ручку. Опять же, возрастные вот эти вот папилломы. То есть, как бы, ты не хочешь их, а они хотят. И поэтому, как бы, ну, у меня на шее вот есть две небольших, на плече одна. И, как бы, показывать я вам это не буду. Я хочу сказать, что выжигает действенно. Потому что, вот у меня с ручкой, с этой же прикол такой, что я заказала у продавца ручку. А потом, через несколько дней я заказала у другого иголки. Потому что ручка была дешевле у того, а иголки были дешевле у этого. Вот. И иголки мне пришли, а ручка нет. И нет, и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. И уже, и получается, срок почти прошел, и все. И я продавцу пишу, что же такое. Вы меня вынуждаете спор открыть. Он мне, вот у вас новый трек, не беспокойтесь, все нормально. По новому треку тоже ноль, не отслеживается он нигде. Потом у меня трекается один русский трек через СДЭК. Раз, потом другой. Я в полном недоумении, что происходит. В общем, по первому треку ничего не пришло. По второму треку пришла посылка. Я ее открываю, чуть ли не падаю со стула. Потому что пришла не ручка вот эта, а пикосекундная. Лазерная. То есть, как бы, иголки мои никому не нужны. Здрасте, приехали, что называется. Я понимаю, что та ручка дороже. Какая-то там, видимо, накладка или еще что-то. Но я-то здесь при чем? И что мне теперь с этими иголками делать? В общем, я покрутилась, 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 покрутилась. Заказала другую ручку у другого продавца. Ну, от этого все нормально пришло. И трек отслеживался. И ручка рабочая вроде бы как бы. Ну, сейчас мы ее с вами на яблоке проверим. Поэтому, как бы, смотрите, конечно, сами. Потому что определенная ответственность все равно за любой прибор ложится на вас. Только на вас. Ну, впрочем, точно так же, как и за кислоту. Вот. Включается она здесь. То есть, с ребенком надо быть, да, чтобы не разобраться. Он, оф. И этой же кнопкой вы выбираете скорость, какая вам нужна. Ну, начинать все время нужно с той, которая послабее. Вообще, как бы, этими ручками пользоваться рекомендуют покупать мазь обезболивающую, если у вас достаточно большая площадь. Потому что бородавки и наросты, и папилломы, они бывают разные. И они очень болючие. Некоторые бывают такие папилломы, что ее даже саму по себе трогать очень больно, понимаете. Поэтому, как бы, покупайте мазь с лидокаином там, ну, в аптеке. И сначала предварительно обрабатывайте анестезией. И когда вы уже вот наметились, ну, вот давайте, вот смотрите, здесь вот пятнышко зелененькое. Давайте вот на этом пятнышке. То есть, вы уже наметились, куда вам и что вам, да? Подводите эту иголочку и делаете вот так. И получается такой пшик. Горелым сразу запахло моментально. Вот сколько там того пшика, а запах прямо чувствительный. И вот вы видите, вот так вот делаете. То есть, дольше 5-2 секунд не рекомендуют оставаться, или там миллисекунд. Я не знаю, вот сколько это, понимаете, чтобы она один раз пшикнула. И она прожигает, я так смотрю, достаточно глубоко. Вот эта пикосекундная, она поверхностная. Вот. Видите, даже дымочек такой идет. Ой, ну, вообще классно, конечно. Супер. В каком-то отзыве эту ручку девочка назвала мой любимый испаритель бородавок. Ну, давайте уже для чистоты эксперимента. Хух, слушайте, горелым так как пахнет. Реально. Вот от этой штуки как будто сковородку тут забыли с чем-то. И я за одну разницу посмотрю. Потому что вот этот вот наконечник, его не очень жалуют в отзывах. Не знаю, но у меня не было, я не могу, мне не с чем сравнивать. Да, давайте попробуем. Ну, как бы вот так вот на яблоке, я вам, конечно, разницы не скажу. Тоже искорка тоже приванивает. Ну, вообще, конечно. Классная штукенция. Особенно для тех, у кого, вот я же говорю, есть такие проблемы на коже, то, мне кажется, лучше иметь вот такую вот штуковину, которой вы локально сделаете, вот такую маленькую штучечку, понимаете? И успокойтесь, потому что вот чистотелом, кислотой, ну, чистотел это какая-то тоже щелочь, это называют его чистотелом. А на самом-то деле там раствор щелочи. И поэтому, я так думаю, что лучше иметь какое-то специализированное устройство, которое было бы вам в помощь, чем бы вот тот же чистотел, это скляночка неудобная, и постоянно ее боишься уронить, постоянно думаешь о том, чтобы тебе мимо нужного места не попасть. Ну, в общем, вот так вот. Что хотела я вам рассказала, показала, пользуйтесь, если вас это интересует, то есть флаг вам в руки, и, как говорится, вперед. Что я могу сказать? Я довольна тем, что наконец пришла ручка, что у меня есть про запас куча иголок, я очень довольна этой щеткой, я очень довольна этим кружевом, и вообще в этот раз меня вот заказ порадовал. Всем добра, всем всего хорошего, пока!